приветствую вас дамы и господа в этом видео расскажу вам новости февраля а на фоне вы видите бой сыгранный на карте граница империи и в этом бою я отыгрываю позицию которую я придумал сам я ни у кого нигде никогда ее не видел но она простейшая как две копейки но вот прикол в том что я ни разу не видел чтобы кто-то ее использовал напишите в комментариях вы видели чтобы кто-то ее использовали может быть вы ей пользуетесь мне кажется эта позиция очень хорошо себя показывает когда соперники наглеют и лезут наверх очень жестко жаль конечно в конце что не дотащил бой не набил 10000 урона но в целом неплохо порубились ну а теперь переходим к новостям до 4 февраля продлится коллаборация с арей в которой можно купить членов экипажа с уникальной озвучкой а также объект 703 вариант 2 феникс со 100 миллиметровой двухстволкой то есть буквально еще пару дней и это закончится до 11 февраля будут у нас работать ранги на шестом уровне сегодня 1 февраля они стартанули и через 11 дней заканчиваются 11 февраля как я говорил м6 очень сильный танк я на нем немного поиграл очень много м6 встречается в ранговых боях на шестом уровне люди тоже понимают что он очень сильный некоторые из зрителей писали что он слабый некоторые мне доказывали что какой-то другой танк сильнее и даже приводили мне в пример какие-то там параметры но вот если сравнить эти танки то есть равно у m6 параметры лучше вы прежде чем мне писать в комментариях хотя бы перепроверьте сами себя что вы пишете я по-прежнему считаю что м6 самый сильный так что уровня если у вас мнение другое пожалуйста играйте на том танки какой нравится вам мне же нравится м6 19 февраля стартует ивент на глобальной карте закалка боем лично у нас в плане я так понимаю расклад такой если новый какой-то интересный танк будет то мы по ходу будем играть если ничего нового интересного не будет то мы это пропускаем в принципе все очень просто у меня конечно есть предположение что новая немецкая стэшка 10 уровня с альфой 750 будет за глобальную карту может он конечно будет и за лбз 30 или еще за что-нибудь но если он будет за глобальную карту я так понимаю многие кланы активизируются также остается вопрос открытый насчет баланса этого танка вы видели стримеры его катали что он творит с рандомом до 6 марта у нас будет работать цепочка из 15 заданий в дневнике ленинградско-новгородской наступательной операции также почему-то карина не рассказала в своем видосике что конструкторское бюро нас будет 27 февраля и закончится она 4 марта хотя некоторые правильно в комментариях пишут что закончится но через полчаса как стартанула поскольку буквально в первую пару минут там же все 3d стиле разгребают какие танкистов руки загребущие ну и скорее всего за конструкторское бюро будет су-122 в которую тоже вы видели как некоторые стримеры катали в рандоме и вроде как она сильная многие собираются ее брать по крайней мере вы мне это под видосом в комментариях написали что она сильная но я в любом случае буду брать чтобы там не выкатили в конструкторском бюро и на стриме вам покажу что я в нем получу ну и наверное одна из самых интересных новостей для танкистов я оставил ее на самый конец 6 февраля появятся новые контейнеры от лесты за золото и рубли из них с разной долей вероятности будут выпадать расходники элементы кастомизации техника 8 уровня будут как старые танки так и один новый гарантированный танк будет выпадать из сотой коробки ну сотая коробка это прям как-то далековато может быть расчет на то что у вас после нового года много золота и много коробок вы будете открывать за золото но и вопрос еще до какого числа эти коробки можно будет открывать и сколько можно будет покупать в день про ограничение ничего не сказано неужели можно будет сразу на все золото лупануть кучу коробок также один контейнер путь воина а эти контейнеры так и называются путь воина можно получить из табель календаря которые обновили и 23 февраля если каждый день лутать в табель календаре ежедневные подарки можно получить один контейнер видимо эти контейнеры до 23 февраля как минимум будут присутствовать у нас в продаже самый главный вопрос какие танки в коробке будут старые и какой один новый новых танков которые еще ни разу не продавали еще целая куча но это что-то похожее на коробки которые были у нас еще летом которые не особо окупались самое главное у них фишка была в том что если вы хотите получить танк то вы ради этого и покупаете коробки они чтобы нафармить в них золото ну и как мы видим по картинке в этих контейнерах золото вообще нет то есть это чисто коробки под слив золото то есть покупая коробки за золото мы даже не будем частично золото себе возвращать также еще интересно если будут выпадать танки которые у нас уже есть какую компенсацию мы будем получать поскольку знаем до этого прецеденты не всегда компенсация была приятной радует конечно что здесь есть резервы на серебро и серебро а также дни приема которых и так уже навалом но может быть не у всех и также мне интересно будет ли какая-то новая интересная кастомизация раз тут есть какие-то камуфляжики надеюсь они не разочаруют поскольку ресурс это конечно прикольно но они туда-сюда и израсходовали себя а если камуфляж красивый то его можно много лет катать на разных танках с кайфом то есть если какой-то танк новый вас заинтересует или старые старые тоже танки могут быть очень жесткие которые давно не продавались или очень имбовые или очень редкие а могут конечно быть и так себе поэтому скорее всего эти контейнеры стоит покупать только ради танков чтобы выбить танки но другой вопрос в том будут ли они в принципе окупаться по содержанию в каждом контейнере посмотрим конечно какие будут контейнеры но самое главное что нужно помнить это нужны вам танки в контейнере или нет это самое главное по крайней мере я так думаю я думаю что скоро лесто выкатит какую-то новость где будет подробно все рассказано также еще вспомнил что обновился магазин стального охотника можете зайти сами посмотреть что там новенькое вот такие у нас новости на февраль с вами вы варчика ради красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока